Гора Синай Гора Синай, то место, где закон был начертан перстом Божьим. Наконец мы с вами можем увидеть эту величественную гору, на которую сошло присутствие Божье. Это гора Джебель-эль-Лос на северо-западе Саудовской Аравии. В Галатах 4.25 апостол Павел говорит нам, «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии». Исход 19.18 гласит, «Гора Джебель-эль-Лос на северо-западе Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне». Могла ли эта вершина почернеть в результате того воздействия огня всепоедающего, когда присутствие Божье сошло на гору? В Третьей книге Царств, глава 19, стихи 8-9, мы читаем, как Илья пришел к горе Хариф и спрятался в пещере. И вот здесь мы можем видеть довольно большую пещеру, расположенную ниже одиноко стоящего дерева, как раз между двумя массивными гранитными валунами. Осматривая это место у подножия горы, мы можем видеть длинную ограду, сторожку, которые появились здесь немедленно после того, как Рунвайет показал это место саудовским археологам в 1985 году. Эта ограда следует по линии пограничных знаков, имеющих в диаметре 6 метров, которые Моисею повелел воздвигнуть Бог. А эта табличка возле сторожки гласит, что это место археологических раскопок находится под защитой королевского указа и что за вторжение на него полагается штраф. Направляя камеру влево, мы видим место, где кончается ограда. А если мы фокусируем камеру на отдаленных подступах к этому святому месту, мы смотрим прямо на местоположение лагеря израильтям. Там все еще находятся останки нескольких археологических объектов, но этот вызывает у нас особый интерес. В книге «Исход», глава 32, мы читаем о золотом тельце и о том, как его создал Аарон. И стих 5 гласит, «Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу». Мало сомнений в том, что это именно и есть остатки того самого алтаря, который Аарон построил для тельца. Когда археолог из университета в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, посетил это место с Роном в 1985 году и увидел все, он был вне себя от радости. Его внимания прилегли 12 петрографических изображений быков и коров, потому что нигде, кроме этого места, они в Саудовской Аравии обнаружены не были. Изображение рогов и туловища каждого животного было выполнено в явном древнеегипетском стиле. Тот же стиль встречается в храмах и гробницах Древнего Египта. Не имея возможности попасть на святое место спереди и взобраться на гору Синай-Там, мы подошли к ней с тыла, где можно было видеть два огромных валуна и одинокое дерево между ними. Поднимаясь на гору в этом месте, мы вскоре обнаружили, что стоим на довольно большой скрытой площадке. Отсюда можно было рассмотреть почерневшую вершину получше. Осматривая это место, мы нашли, что здесь легко могли разместиться 70 старейшин, которые одновременно сопровождали Моисея на гору. Вон та вершина слева, как раз то место, где растет одинокое дерево, но с этого угла зрения его не видно. А впереди, как раз за этой скалой, находится святое место. И глядя вниз, мы видим ограду, построенную в соответствии со знаками, созданными Моисеем. А несколько ниже той ограды расположена часть лагеря израильтян. Наведя объектив на святое место, мы можем видеть остатки древнего фундамента. Является ли все это останками первой скинии, которую Моисей вынес за пределы лагеря после инцидента с Золотым Тельцом? В книге Исход 33,7 читаем. Моисей же взял и поставил себе сатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И недалеко от этого фундамента находятся развалины каменного алтаря. В книге Исход 20,25 говорится, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных». Исследуя окрестности с помощью объектива, мы приостановились на следах от шин грузовиков, которые проезжали здесь до возведения ограды. Это дает нам возможность лучше представить соотношение размеров и расстояний этой необычной местности. Только что вы видели сторожку и табличку, о которых мы говорили ранее. Возвращаясь к видимому ранее фундаменту, камера движется далее, и мы можем увидеть жертвенник, посвященный золотому тельцу. В книге Исход 32,19 сказано, «Когда же он, Моисей, приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижалей и разбил их под горою». По-прежнему заметно сегодня высохшее русло источника, который пробился из скалы, чтобы изобилие напоить людей и их отары и стада. Готовясь покинуть это место, мы взглянули вниз по направлению к тыльной стороне горы и вновь увидели широкую равнину. Подъезжая к противоположной стороне этой горы, мы находим место, которое похоже по библейским описаниям на рифидим, последнее место стоянки израильтян, перед тем, как они достигли горы Синай. В книге Исход 17,6 Господь сказал Моисею, «Вот я стану перед тобой там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода и будет пить народ». И сделала так Моисей в глазах старейшин израильских. Но самым невероятным свидетельством в этом месте оказался гигантский, разделенный надвое валун на склоне холма, со следами того, что мощные потоки воды вытекали из него. Когда мы пробирались через эту расщелину, мы вскоре смогли увидеть русла потоков, образовавших следы в скале на ее обратной стороне. Осматривая местность с помощью видеокамеры, мы могли видеть эти русла потоков, уходящие в равнину. Библия нам рассказывает, что после сражения, в котором Израиль поразил Амаликитян, Моисей сделал что-то. Обращаясь к книге Исход 17.15, «И устроил Моисей жертвенник Господу и нарек ему имя «Его-Ванисси», что означает «Господь знамя мое». Вот здесь находятся останки очень древнего алтаря. Часть его рухнула, возможно, при землетрясении, или же была разрушена грабителями, которые искали сокровища внутри. Но достаточная часть все еще не тронута, и по ней видно, что это в самом деле был алтарь, не полый внутри, а цельный. Мы продолжали свое путешествие по направлению к Красному морю. Впереди еле просматривался Акабский залив. По мере того, как мы приближались, ущелье, казавшееся издали таким узким, предстало пред нашим взором достаточно широким, чтобы большое скопление людей могло пройти через него. И на другой египетской стороне залива мы можем видеть большой, ровный участок побережья. Точно так же, как участок побережья на египетской стороне достаточно велик для того, чтобы на нем разместились несколько миллионов людей, здесь мы видим, что и побережье на этой стороне представляет собой грандиозную равнину. В книге Исход 14.30 читаем, «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны израилевы египтян мертвыми на берегу моря». В 1984 году, когда Рон Вайет и его сыновья находились в тюрьме в Саудовской Аравии, Рон и те, кто его арестовал, прибыли по его инициативе сюда на вертолете. Он показал им на этом берегу колонну, выполненную в финикийском стиле с надписями на древнееврейском языке, которые гласили, что царь Соломон воздвиг эту колонну в честь Яхвы и в память о переходе через Красное море на землю. Сегодня там остался только вот этот знак, отмечающий бывшее местоположение этой колонны. Хотя мы еще не знаем, куда она была увезена, мы уверены, что она где-то сохраняется и что скоро ее местонахождение будет определено. А мы с вами взглядываемся в море и можно видеть конец подводного хребта и он ведет прямо к тому месту, где однажды покоилась колонна. Обозревая побережье, мы также можем видеть отреставрированные остатки древней крепости. Возможно, это Вильзефан. Вильзефан. Продолжение следует...